Здравствуйте, у студии, кандидат философских наук Владимир Подгол. Витаем вас. Витаю вас. С подарства так само можно принять уделу в нашей программе, высылающий смс на номер, который теперь видите на своих экранах. Пытание передачи, что должно быть, чтобы белорусы объединялись. Ждем на вашей мерковании. Кошт смс равняется к кошту поведомлений у вашего оператора. С подарства Владимир, кладешь руку на сердце, как бы вы окреслили сегодняшний социально-экономичный стан в Беларуси? Спочатку откажу на ваше питание, которое вы адресовали глядачам. На мой взгляд, белорусов можно объединять куля для президента. В ауторок, в офисе БНФ, в рамках поддержки оборонцев офиса БНФ я и презентую новую версию своего романа «Куля для президента». Ауторок, 18 годин, запрашаю на то, что можно объединять белорусов. Побачу, что в наших глядачинах это откажут. А что дотичит оценки сегодняшней ситуации, социально-экономичной? Все, что у нас отбывается, мы чули выказывания экономистов, я каждый день их читаю. Я бы сказал, крышку по-иншему. У нас отбывалось 15 год то, что отбылось у Японии с атомными станциями. Но там был природный землятрус, а вот мозгатрус в голове диктатора и его послугачов ущент разбурил нашу экономику, финансовую систему, так, как землятрус разбурил атомные станции в Японии. А зараз пошли цунами. Люди выметают валюту, цукор, аллей и все иншые продукты. Для Лукашенко все меркования незалежных экономистов, и он на их плевать хотел. Но ли и так возьмем кредит? Возьмем. И вернусь до аналогии с разбурением японских атомных станций. Пока ли они были новые, они каштовали миллиарды доляров. Сегодня их навык никто не будет куплять. То же самое с белорусскими заводами и белорусской экономикой. Да набирайте хоть 100 миллиардов кредитов, кошт у всей Беларуси, у всех предприемств будет просто мизерный. И российцы за бесценок уреште скупить у Лукашенко все. Про то каже, я в принципе был бы за то, как было 100 кандидатов в президенты. Когда уже было 10, я за 100. Или бить, как был бы кандидатом в президенты. Бо маючи такий доступ до выборщиков, 100 человек могли бы вельми магутно со своими идеями... А так нечто пошло не так? Пойшло просто не так. Белорусский народный фронт тягом 10 год показывал узор, и коли был поздняк. На любую акцию все люди, які шли, были оточены дружинниками. Яны выкидывали провокаторов, яны не давали сутыкненню, нават падпаливали у Лады подъезды целые, и дружинники БНФ их тушили. На гэтый раз тон задавали спецслужбы с провокаторами. И коли бы пришли на некую площу, там мусил стоять ланцух, дружинники взялись за руки и не подпустили нікого до окон и дверей дома у Рада. А коли за спинами бьют, гэта провокаторы. Восемь все. Так, але гэта було. Коли казаць про будучыню? Ці варта було, і ці на сам рэш опозиція заплатила ту цяну, варту цяну, каб зразумець пересенсаваць ті рэчі, про які кажа спадара Анатоль, што трэба не толькі на сковах, а на справах аб'ядновацца, і гэтак далі, і гэтак далі. Мені не зразумела гэтая терміналогія. Я гляжу, я не разумею, што, значаць, аб'ядновацца, взяцца за рукі, аб'няцца, прынцапы. Для мене просты прынцап палітычны дзейнасті. Ідіці на фабракі, ідіці на заводы, пераканайці більші палову тракторнага завода, пераканайці більші палову аутамабільнага завода, і тады, калі вы бачыцца, што гэтай людзі за вас, тады трэба прымаць рашэння істі на выбары, і ті не істі. Калі гэтага нема, аб'яднайцісь віз левамі, справамі, адзіную платформу. Це все дітяча гульня в палітыку. Патрабаваннях, ва всіх гэтых прынцапах, праграмах, стратэгіях нема выбарщыків, нема народа. Єсь палітычна еліта, лідары, які пам'яж сабой будуть вапрацовувать ніякі правілы, ніяк аб'яднування. Це пустышка все. Це абсалюдна неэффіктывная палітыка. Стратэгічна треба дзенічаць па узорах польськай солідару. Просты приклад. Валюта знікла. Лукашэнка выходзіць і кажа, а, це автолюбітілі скупілі ўсю валюту, каб гнаць аутамабілі, а я добрый, я не буду забороняць, мыты і гэтак далей. Дзе голос апазіцій? Дзе зворот да народа, які прокурорскі, абвіноваць ід Лукашэнку, што ён гэты развалів, што з-за яго гэты валюта знікла. Маўчок. А ён домінує, ён галовный ідеолог. Вось апазіція патрабуе санкцій. Зараз апазіція на гэтам етапі праіграе Лукашэнку вось гэтай экономічный мазгатрус. І он выіграе. Так што, чекаць выбараў? А да выбараў Лукашэнка на кажанай крызі. Зараз цукар. Будуць винны гэтай спекулянты, які скупляюць, каб потом прадаць даражей. І знову Лукашэнка на цукравам кані, потым на алейнам кані. Так што? Спад роззімвер, год таму масштаб польскай трагеды для даржавы, як структуры, як організацій, навод було цяжко уявіць сабе. Ці полякі далі рады. Калі так, то шаму, як і не очумаліся. Вы кажыця прамаральны, так, кэбок, психологічны, як і не очумаліся. А калі казаць пра структурны, так, еканоміка ў часы крызісу і цяпер вельмі добра сабе дае рады. Так, все більш Белрусу навод єдуць сюди працаваць, і гэтак далей. Іншая свіра жаця, болі тагу, навод Белрусская апазіція і незалежному громадству, ішчэта памагаа Міністерству заміжженных справ. У структурным плані, ці гэта справа системы, што гэта демократы? Ці гэта... Ну, безумовно. Ой, я не уявляю, каб... Не дай Божа, не дай Божа. Падобная трагедія здарылась, я наприклад, ўбегрусь. Ой, ў нейкай часцы вашага пытання, дай Бог, каб яна здарылась з некаторымі асобнамі людьми. Але, перойдзім, да вашага пытання, самая галовна, вы ж паглядзіця, што ў Польшы пастаянна ідуць спрэчкі. Ёсць апазіція. Взялі на выбарах уладу, апазіція не спіць, крытыкуя. І ті, хто керуюць, змушаны даказываць народу лепші прынцыпы керавання і мету. А пошніе пытання, спад Рогоземілю, прошу прабачэню, яка апазія тэды? Што можна так аб'єднаць беларусыў? Як полякі сёня аб'єдналіць? Ну, я б сказав, тры слупы. Гэта агульнае жабрацтва, гэта агульна національнае дыктовка па беларускай мові, гэта значыць національна ідея, сьогодні Беларусь партызан вышыў цалкам в сайт па беларуску, і куля для президента. Я падцвежжываю гэту ідею. Калі ў полякаву трагедія аб'єднала іх, то нас можа аб'єднаць радасць.